Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь надолго не задержать ваше внимание и вкратце напомнить, когда же мы можем помочь нашим коллегам-онкологам и остановить опухолевое кровотечение. Прежде всего, вернусь к названию нашей секции. Мы постарались собрать доклады таким образом, чтобы уделить внимание именно поддержки онкологического пациента на разных этапах его лечения, на разных этапах специфической противопухолевой терапии. Почему, собственно, это необходимо? Все мы прекрасно знаем особенности распространенного опухолевого процесса. Прежде всего, это анемия, которая может возникать вследствие интоксикации, либо кровотечения. Кроме того, нередко пациенты поступают к нам уже с полиорганной недостаточностью, нарушения системы свертываемости. И в такой ситуации, безусловно, невозможна, либо неэффективна специфическая противопухолевая терапия. А сложность хирургической коррекции у пациентов с распространенным опухолевым процессом всем известна. Рентгено-хирургические технологии, вмешательства, которые мы применяем в онкологии, опять-таки всем вам хорошо известны, направлены на коррекцию осложнений. И тем самым они способствуют улучшению результатов лечения онкологических пациентов. При этом рентгено-хирургические вмешательства могут быть как самостоятельными методами лечения при неоперабельных процессах, либо применяться в составе комплексного, либо комбинированного лечения наряду с операциями, лучевой терапией и системной химиотерапией. Как я уже сказала, одним из показаний к применению рентгено-хирургических вмешательств, эндоваскулярных вмешательств является опухолевое кровотечение. И самое важное, что мы с вами должны помнить, что остановка опухолевого кровотечения это всего лишь эпизод в лечении наших пациентов. То есть наша задача остановить кровотечение, купировать анемию, и потом максимально быстро вернуть пациента на специфическую противопухолевую терапию. На первом этапе любого эндоваскулярного вмешательства, все вы тоже хорошо знаете, мы выполняем диагностическую ангиографию, при этом она решает вполне определенные задачи. Прежде всего мы должны выявить источник кровотечения, особенности, и источники кровоснабжения новообразования, нередко уточнить распространенность опухолевого процесса, и обязательно, что мы с вами должны использовать, применять, это так называемые этапные ангиографии для определения конечной точки эмболизации. В нашем арсенале есть целый спектр методик, которые мы будем применять для остановки кровотечения из опухолей различных локализаций. Это может быть эмболизация, это может быть использование стендграфта, либо стенд-ассистенция. При этом мы будем опираться для выбора методики, выбора тактики лечения эндоваскулярного, мы будем опираться в том числе и на результаты, опять-таки, диагностической ангиографии, которая нам позволит выявить в источнике кровотечения и уже спланировать дальнейшее вмешательство. В случае, если мы ничего не видим на ангиограммах, а такое бывает, тогда мы выполняем окклюзию всех сосудов, которые кровоснабжают новообразование, либо ту зону, откуда мы предполагаем кровотечение. Вот такая ситуация, как экстравазация из кровоточащего сосуда, экстравазация контрастного вещества, достаточно редко встречается по разным источникам, где-то 4-10% из всех новообразований, из всех процедур, которые мы делаем по поводу опухолевого кровотечения. И вот такую картинку мы наблюдаем лишь в том случае, если скорость кровопотери превышает 0,5 мл в минуту. Ну, опять-таки, все в зале люди опытные, все видят, что это кровотечение из артерии языка. И очень хорошо видна как раз псевдоаневризма, являющаяся источником кровотечения из язычной артерии. Несмотря на то, что сейчас у нас онкология идет семимильными шагами вперед, вот я специально поставила в доклад вот эту страшную, с моей точки зрения, картину. Эта пациентка 64 лет, к нам она поступила в клинику с диагнозом распространенная опухоль верхней челюсти. Вы видите, на КТ это огромное образование с расплавлением кости. Кроме того, образование проникало в полость мозга и очень обильная массивная кровопотеря была, анемия. Пациентка попала изначально в обычный городской стационар, при этом она ходила по всем онкологическим учреждениям, где ее не брали, потому что специфической противоопухолевой терапии в данной ситуации, естественно, не показана. В городских учреждениях ей предлагалась перевязка наружной сонной артерии. К сожалению, до сих пор это является стандартом остановки кровотечения из опухоли верхней челюсти. На ее счастье, она отказалась от этого вмешательства, больная была выписана, поступила к нам. Как вы понимаете, здесь была очень выражена интоксикация, кровотечение, анемия. На ангиограммах в проекции опухоли участки гиперваскулиризации, причем кровоснабжение этой зоны осуществлялось и из артерии лицевой, и из макселлярной артерии. Кроме того, позади ушная артерия также принимала участие в кровоснабжении новообразования. После эмболизации эта пациентка получила 4 курса системной химиотерапии. То есть в данной ситуации остановка кровотечения позволила этой пациентке проводить дальше специфическое лечение. Конечно, результаты были не очень хорошие. Она погибла через 4 месяца, но тем не менее вот эти 4 месяца она получала лечение. Опухоли легкого – тоже ситуация достаточно сложная в онкологии. Все вы знаете, что есть разные варианты опухоли легкого. Одни чувствительные, другие нечувствительные к химиотерапии. И нередко возникает при распространенном процессе пениоперабельные опухоли, нередкое осложнение – это опять-таки кровотечение. При этом консервативная терапия эффективна лишь в 25% случаев, а смертность от хирургического вмешательства на высоте кровотечения составляет 35%. Эмболизация бронхиальных артерий в такой ситуации до 94% успеха. То есть безусловно это надо делать, безусловно это вмешательство нужно осуществлять у таких пациентов. Единственное, что здесь немножечко омрачает, это то, что к 6 месяцу практически 50% больных возвращаются к нам с рецидивами. Потому что особенности кровоснабжения таковы, что рецидивы безусловно возможны. Но повторные вмешательства также необходимо выполнять для того, чтобы удержать пациента на лечении и создать условия для проведения специфической противоопухолевой терапии. Новообразование печени. Не часто мы встречаемся в своей практике с кровотечениями из разрыва опухоли печени, но тем не менее такое случается. Вот в данной ситуации пациент с метастазами сарком из обрюшенного пространства. Вы видите по данным компьютерной томографии большое образование. Разрыв из образования и подкапсульная гематома. Объем примерно составил 1,5 литра из вот этой разрыва опухоли. В чем еще сложности были в данной ситуации? Вы видите здесь участки гиповаскулярные и плотная эмболизация, которая в общем-то просится в этой ситуации использования сфер. Она была сопряжена с очень высоким риском продолжающегося разрыва именно этой области и усугубления состояния больного. На ангиограммах маленький участок экстравазации и если посмотреть более внимательно на нижние сегменты печени, портальный рисунок, что косвенно говорит о том, что там тоже есть источники кровотечения. Выполнена была эмболизация губкой в данной ситуации, выбран именно этот эмболизат, как я уже сказала, побоялись более плотно закрывать сосуды. В общей сложности пациент прожил 4,5 месяца и получал специфическую химиотерапию без повторного рецидива кровотечения. У него был эпизод кровотечения, но из-за брюшенной опухоли. Печень больше не наблюдалась. Более простая для нас ситуация – это опухоли почки. Мы все прекрасно знаем, что мы можем выполнить эмболизацию из почечной артерии. Гемостаз достигается практически в 84% больных и при этом еще бонусом уменьшается болевой синдром у этих пациентов. Сложности возникают в том случае, если у пациентов кровотечение возникает на фоне необходимости приема антиагрегантов либо антикоагулянтов. Эта пациентка к нам поступила с кровотечением из рецидива опухоли в функционале единственной почки, 79 лет. В анамнезе примерно месяц назад установлен был стенд в левой коронарной артерии, и пациентка получала плавекс. В связи с возникновением кровотечения из рецидива опухоли был отменен плавекс. Но, как вы видите, из-за сопутствующей патологии антиагреганты этой больной были просто жизненно необходимы, так как высокий риск тромбообразования и после стентирования прошел всего месяц. На ангиограммах не очень четко видно, но такое бывает, когда мы видим небольшое образование. Пациентка выполнена была эмболизация с использованием сфер. Пациентка сейчас полтора года, прошу прощения, находится у нас под наблюдением. В общей сложности выполнено 3 до эмболизации. Такого массивного гематуриста мпанада мочевого пузыря больше не возникало. И что важно у пациентов с опухолями единственной почки, выполнение селективной окклюзии при этом не вызывает таких критичных изменений показателей креатинина и мочевины. То есть мы не видим признаков почечной недостаточности. Еще одна больная с опухолью почки – это метастаз почечно-клеточного рака в левое плечо. Распадающаяся опухоль, также она поступила в клинику с очень выраженным кровотечением. Выполнено в общей сложности было 3 эмболизации ветвей глубокой артерии плеча, которая кровоснабжила это новообразование. В целом больная прожила год и три месяца, трижды была эмболизация по поводу рецидивов. Конечно, полной довоскулиризации опухоли мы добиться не можем, поэтому, конечно, таким пациентам нужно выполнять повторные вмешательства. Но, тем не менее, год с небольшим – это достаточно хороший результат для такого распространенного процесса. Все мы прекрасно знаем, что опухоли шейки матки – одна из ведущих патологий, онкологических патологий у женщин. И при этом около 60% больных – манифестация заболевания – это кровотечение. Это может быть хроническое кровотечение, либо примерно в 10% случаев кровотечение жизнеугрожающее. Все мы прекрасно знаем, опять-таки, такую процедуру, как эмболизация маточных артерий. Эффективность 97% и, что очень важно, уменьшение экзофитного компонента примерно к 10-м суткам после выполнения эндоваскулярного вмешательства создают условия для проведения внутриполосной лучевой терапии, что входит в компонент сочетанного лучевого лечения, являющегося наиболее эффективным для лечения этой патологии. Помимо эмболизации, если нет выраженной анемии, пациенткам с опухолей шейки матки можно комбинировать эмболизацию с введением химиотерапевтических препаратов. Вот пациентка, которая к нам поступила с рецидивом опухолей шейки матки, проведена в анамнезе была радикальная лучевая терапия, было несколько курсов системной химиотерапии без эффекта, прогрессирования. Ну и, по сути, опять-таки, онкологи отказались от этой больной, потому что, в общем-то, все возможности для лечения были исчерпаны. В целом она находилась на лечении 22 месяца, было проведено 16 курсов химиотерапии, включая эмболизацию. Из них 4 было сочетание химиотерапии с эмболизацией. И что еще обращает на себя внимание, это правая бедренная артерия через наш 16-й курс. Не было возможности выполнять пункцию слева, поэтому все 16 курсов выполнялось доступом из правой бедренной артерии. В литературе я нашла только одну статью, где указывалось 7 пункций лучевой артерии на протяжении нескольких лет. Поэтому, конечно, бедренная артерия выдерживает гораздо большее количество. Опухоли мочевого пузыря также осложняются часто кровотечением. Эмболизация в этой зоне менее эффективна, скажем так, чем при опухолях шейки матки. Но, тем не менее, это больше половины случаев, это 77%. И примерно в 100% случаев при успешной эмболизации мы видим уменьшение анемии, восстановление гемоглобина эритроцитов, что позволяет выполнять специфическое лечение. Эмболизация эффективна, вернее, эндоваскулярные вмешательства эффективны не только для остановки кровотечений самой опухоли, но и при послеоперационных кровотечениях, в частности, пациентка после удаления опухоли забрюшенного пространства через месяц осложнилась послеоперационный период формированием панкреатического свища и кровотечением. В данной ситуации успешно был установлен графт. Послеоперационное кровотечение также встречается после резекции новообразования почки. Это может быть верхний, нижний полюс. И различные методики эндоваскулярные также приводят к хорошему клиническому результату. Вот больной с кровотечением после резекции среднего сегмента, две почечные артерии, и обе они являлись источниками кровотечения. Была успешно выполнена эмболизация металлическими спиралями. Еще один пациент резекции верхнего полюса. Вроде бы есть экстравазация, при селективной ангиографии экстравазации не выявлено. Выполнена была окклюзия предполагаемого источника кровотечения. Как я уже сказала, при возникновении рецидивов, а рецидивы безусловно возможны, особенно если мы опухоль не удаляем, опухоль остается на месте. Причем причинами рецидива, скорее всего, является не недостаток техники, не то, что мы неправильно что-то выполнили, а продолжающийся рост новообразования. И вот в частности при опухолях шейки матки рецидивы достигают 7%, при опухолях мочевого пузыря практически 30%. Это связано, как я уже сказала, с ростом опухоли. Поэтому, когда мы выполняем первичное вмешательство, мы всегда должны помнить о том, что эти пациенты могут к нам поступить повторно. И нужно избегать выполнения окклюзий, стволовых, проксимальных окклюзий, для того, чтобы не перекрывать себе пути для повторных вмешательств. Вот пациентка поступила к нам через 9 месяцев после первичной эмболизации по поводу обухоли шейки матки. Выполнена была очень хорошая плотная эмболизация передних порций внутренних подвздошных артерий. На контрольных ангиограммах с уровня бифуркации мы практически не видим воскулиризацию. А выполняя ангиографию яичниковых артерий, мы видим практически полностью восстановление кровотока. То есть даже если мы очень-очень плотно закроем все ветви внутренних подвздошных артерий, это не гарантирует нашим больным отсутствие рецидивов. Таким образом, эндоваскулярные методики являются эффективным и малотравматичным методом остановки кровотечения из опухолей различных локализаций. И, безусловно, мы всегда с вами должны помнить, что мы должны максимально быстро остановить кровотечение и вернуть, максимально быстро вернуть пациента на специфическую противоопухолевую терапию. Благодарю за внимание. Спасибо большое за интересное сообщение. Коллеги, у нас есть возможность задать вопросы. И отдельное спасибо за то, что вы собрали регламент. Я стараюсь. Вопросы? У меня вопрос, если позволите. Скажите, а у вас это немножко не относяще к тему, а есть у вас опыт эмболизации маточных артерий у онкологических больных с локализацией опухолей в матке без кровотечения? Эмболизация без кровотечения. Да, это были пациенты, которым выполнялось болюсное введение химиопрепарата с эмболизацией. Но в отдаленном периоде результаты не очень хорошие, потому что, по крайней мере, мы обратили внимание на уменьшение числа полных ответов. В том случае, если предварительно выполнялась эмболизация. Без эмболизации число полных ответов было больше. Хотя в целом положительные ответы по сравнению с пациентами, которым выполнял случевая терапия без предварительной окклюзии, число положительных ответов и там, и там совпадало. Но вот количество полных ответов было меньше в том случае, если выполнялась эмболизация. Вы имеете в виду региональную химиотерапию? Да, региональная терапия с эмболизацией. И вот именно вот этот вот компонент, как мне кажется, сыграл не очень хорошую роль, потому что всё-таки чувствительность к лучевой терапии, она напрямую зависит от оксигенации опухоли, от того, насколько она кровоснабжается. Спасибо. Мне кажется, так. Спасибо. Спасибо.